Это Геннадий Петров. На дворе 2007 год, скоро закончится второй срок Владимира Путина, и непонятно, кому достанется власть в России. По крайней мере, люди на записях телефонных разговоров обсуждают разные варианты развития событий и стараются к ним подготовиться. Почти все записи из материалов испанского дела, которые публикует Инсайдер, и они касаются переговоров и интриг по назначению на ключевые посты российской власти своих людей. Абоненты из России разные. Адресат этих звонков в Испании один. Геннадий Петров. Человек, который в 1995 году доказал в суде Санкт-Петербурга, что он не является лидером Тамбовского ПГ. Милиционер, который ему тогда в этом помогал, Николай Аулов, уже вырос до генерала-лейтенанта полиции и из кабинета начальника в Питерском Рубопе переехал в офис начальника главного управления МВД по Центральному федеральному округу. Послушайте эту пленку. Да, Николаевич, так в целом все нормально, все хорошо. Все идет нормально, да? Да. Ну вот, сапроса что-то слышал здесь, да? Нет, не слышал. А, все назначили? О, хорошо, хорошо. Ну это доволен, что назначили все. Ой, как доволен, конечно же. Да, доволен очень. Мы так хорошо говорили. И вот сейчас опять тоже, наверное, приеду к нему, ну, чтобы укреплять, ты знаешь, нужно. Ну, правильно, правильно, правильно. И знаешь еще хорошее что? Вот эти предложения-то, которые ты знаешь, по этому, по соседу, по соседу, да? Да, да, да. Он однозначно сказал. Я, говорит, его это понятно, что, да? Я понял, да. Саша, который доволен своим назначением, по версии инсайдера, это Александр Бастрыкин, нынешний глава Следственного комитета России, знакомый Геннадия Петрова еще по Ленинграду. А сосед, это Владимир Кумарин, на тот момент действующий глава Тамбовской группировки, у которого с Петровым тянется давний конфликт. После назначения Бастрыкина на пост главы Следственного комитета Кумарина арестуют, и с тех пор он так и останется в тюрьме. А Петров еще обсудит по телефону, как помочь Бастрыкину с получением нового здания Следственного комитета в Санкт-Петербурге, и даже поможет организовать ему закрытую вечеринку, на которую пригласят еще одного знакомого Петрова. Первый, он же Толя, недавно назначенный министр обороны России Анатолий Сердюков. Вот как о нем говорят Геннадий Петров и его сын Анатолий, который звонит отцу. Как там, Толик? Антоша, очень хорошо. В общем, надо будет тебе приехать, ну, восьмого приехать, а девятого там к нему пойду к Вите или там, кому надо, мы это решим сейчас вопрос. Он говорит, я, говорит, не думал, что настолько это все, говорит, необходимо, ну, для работы. Ну, я, говорит, решу. Для этого надо составить бумагу, и чтобы... Да бумага готова, она даже вот у меня уже писали. Вот, значит, все, значит, бумага. Антоша, в общем, надо к восьмому приехать, с пятого с ним в тридцать, хорошо он должен. На что, купить ему? Антоша, ну, а что купить? Я ему отнесся, там, и самая дочь ему подарки сделали. Ему, а что, ну, купишь? Ну, купил хорошую бутылку, очень хорошую, это... Синяка, знаешь, дочь ему, жене святышь, ну, раньше. Он мне саблю подарил. Да. Ну, ладно. Приглашение Сердюкова передают только через его помощника Алексея Перца. Вообще, контакты с первыми лицами происходят не по телефону, а только лично. С Юрием Ковальчуковым, с Анатолием Сердюковым, с Игорем Сечиным, который может отобрать все и даже с Германом Грефом. Деловые вопросы решает Наиль Малютин. На тот момент гендиректор финансовой лизинговой компании. Вдруг ваш Греф пригласил, это самое, на банкет 12 ноября. В честь 166-летия Сбербанка. Пойду, привет. А? Ну, еще 20-го только он приступит, пока-то он еще не приступит. Ну, вот, да он, говорит, пригласить-то уже пригласил, 12-го, говорит. Говорит, я пойду от вас привет передавать. Передай, пламенный. Да, скажу, на лодке катался? Все, по-настоящему. Катался, да. Да, вот я привет получил. И не забудь там долю-то, долю не забудь. Ну, еще одну пленку, она отличается от других по содержанию. Хочу дать вам послушать. На ней сквозь спокойное течение деловых переговоров прорываются совсем другие эмоции. Вчера-то я жути напустил, алло. Да, да, да. Ну, 200 тысяч кричит, мне куда передать-то, армян? О, сволочка. Куда, я тебе скажу. Тогда, самое, позвони Антону. Ага. Испанская прокуратура утверждает, что это с Петровым говорит Леонид Христофоров. Он же фюрер, он же лидер Малышевской ОПГ. Что касается всех остальных записей, испанский суд постановил, что из этих разговоров непонятно, а в чем, собственно, виноват Геннадий Петров. Какие-то деловые переговоры, ни слова про источник преступных денег, которые он якобы отмывал. Дело русской тройки в испанском суде пока развалилось. И действительно, я послушал сегодня записи телефонных переговоров. Ну, какой-то дедушка с большими связями занимается, как сказали бы сейчас, джиаром. Выстраивает стратегию отношений с государственными структурами, тем более он, видимо, влиятельный человек, то есть ничего противозаконного. Но давайте напомним, что стало потом с собеседниками. Леонида Христофорова арестовали в Италии. В России он дважды судим за убийство, и именно из его пистолета была убита депутат Галина Старовойтова. Наиль Малютин получил 11 лет за мошенничество и организацию убийства. Его обвиняют в хищении госсредств через его лизинговую кампанию под гарантией Сбербанка. Того самого Сбербанка, председателем которого трудится друг Петрова Герман Греф. Анатолий Сердюков стал фигурантом уголовного дела о коррупции в оборонном ведомстве, но избежал суда по амнистии. Ну а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сохраняет свой пост. Его ведомство продолжает сажать за лайки и репосты. Он удержался даже после ареста своего заместителя, обвиняемого в связи к сворам в законе Шакро-Молодым. И это не конец истории.